У нас сейчас волею судьбы сложилось так, что мы имеем сейчас двух подрядчиков на этих вещах. Почему так случилось? В прошлом году, ну вы сейчас знаете, что у нас идет реорганизация предприятий из казенного учреждения в бюджетное. Вот в прошлом году, пока мы были бюджетным казенным учреждением и в программе по благоустройству была определена сумма на 22-й год в старой программе, мы провели конкурс и победила там Рукавишникова, где были охвачены газоны, где проходы между домами, уборка из мусора по городу, по основным улицам, ну и несколько там памятников, как Ленина на 30-ке, там Сережский мятеж, памятник чернобыльцам. Вот такие вот дела. Это она выиграла на миллион 270 рублей. И приступила к работам, начиная с первых чисел нового года. Я сейчас про нее буду говорить пока. Значит, ежедневно ей выдается задание, и согласно сметному расчету и тех денег, которые нам выделены, и той кратности, которая у нас существует, это не секрет, это сгребание выпавшего снега механизированным и ручным способом, и вывоз машин. Которые образуются или образуются в результате сгребания валы и кучи. Она следует этому. Значит, у нас есть куратор, который за этими вещами смотрит. Ну и работа так продолжается. После каждого снегопада, конечно, эта работа проводится. Но стараемся придерживаться кратности. Потому что если мы будем грести каждый день, каждый день убирать, у нас денег просто не хватит. Такое случалось у нас с дорогами. Не хотелось бы на это дело наступать вновь. Следующее. У нас есть другой контракт. Уже в измененной программе нам были добавлены деньги на эти вещи в сумме 3 миллионов 600 тысяч рублей. Но и пока идет, так сказать, окончательная электронная подпись. Мы заключили прямой контракт на 2,5 месяца с ИП Яковлев. Это наши большие, так сказать, объемы. Это скверы, начиная с Южного. Это аллея шахтерской славы, это мемориал ВОВ. И это два сквера в поселке строителей, поселке Бор и 14-я школа. Вот эти объемы и он выполняет. Тоже согласно сметного расчета, согласно кратности, согласно заложенных денег. Там тоже есть механизированная ручная уборка. Там есть вывоз, уборка мусора. И там есть вывоз снега в автомобилях. Тоже он начал работать с января, с первых чиселек января. И задание получает ежедневно. Если говорить о том, доволен я или недоволен, то я, в принципе, ничем не бываю до конца доволен. Но, как говорится, идеала нету. Хотя стремиться к этому надо. И оценки у меня все две. Плохо и неплохо. Пока, честно говоря, между этими двумя оценками состояние у нас на скверах. Александр Кеоргиевич, а вот этот прямой контракт на 2,5 месяца, о какой сумме идет речь? 500 тысяч рублей. Не секрет, 500 тысяч рублей, да. Но это не факт. И вот я их вчера вызывал к себе и проводил совещание, что я недоволен, жители недовольны, пресса недовольна, как мы убираем общественные пространства. Поэтому не факт, что вы получите эти деньги. Вы получите ровно столько, сколько сработаете. Кинули три лопаты, за три лопаты и получите. Они ушли с пониманием дела. Продолжение следует...